Кинокомпания Universal представляет Безил Редбоун в роли Шерлока Холмса, Найджел Брюс в роли доктора Ватсона, в фильме «Шерлок Холмс в Вашингтоне». В ролях Марджери Лорд, Генри Дэниел, Джордж Зуко, Дон Терри и другие. Автор сценария Бертран Милхаузер и Лин Рикс по мотивам рассказов Артура Конан-Дойна. Оператор Лес Уайт, композитор Фрэнк Скиннер, продюсер Хоуарт Бенедикт, режиссер Рой Уильям Нил. Шерлок Холмс, бессмертный персонаж мировой литературы, созданный сэром Артуром Конан-Дойлом, не подвержен возрасту, непобедим и неизменен. Решая сложные проблемы современности, он остается непревзойденным мастером дедукции. Лондонский терминал трансатлантических авиалиний Ваше имя? Уильям Истер. Уильям Истер? Да. Паспорт, пожалуйста. Сколько можно заниматься ерундой? Правила? Идиотизм. Американскую визу получите в Лиссабонию. Я успею? Конечно. К самому отлету, сэр Генри. Хотите что-то сказать? Сэр Генри, куда вы летите? В Нью-Йорк или в Вашингтон? Мне нечего сказать. Сэр Генри Марчмонт. Официальное дело. Сэр Генри? Сэр Генри. Спасибо. Удачи, сэр Генри. Она мне понадобится. Взять Ваш портфель? Ни за что. Вот. Вот у него в портфеле судьба страны. Может и так. Секунду, тут еще пассажир. Стойте. Подождите. Подождите. У меня пропуск. Да, ваше имя? Грейсон. Джон Грейсон. Старший клерк адвокатской фирмы Парлоу, Нэш и Парлоу. С документами все в порядке. Простите. Простите, пропустил автобус, взял такси и вот. Ясно. Давайте на борт. Спасибо. Спасибо. Извините. О, простите, виноват. Извините. Ничего. С равновесием плохо. Совсем плохо. Спасибо. Неуклюж я. Не держу равновесие. Потому что ухо заложило. О, простите, ухо. Кто я дал? Продолжение следует... Трансатлантический терминал Лиссабонского аэропорта. Рейс на Нью-Йорк. Трансатлантический терминал Лиссабонского аэропорта. 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 Лиссабонского аэропорта. Трансатлантический терминал Лиссабонского аэропорта. Трансатлантический терминал Лиссабонского аэропорта. Трансатлантический терминал Лиссабонского аэропорта. Трансатлантический терминал Лиссабонского аэропорта. Простите. Прошу. Спасибо, вы так добры. Простите, сэр. Ну вот. Официант. Да, сэр. Не опаздывай. Вашингтон через 20 минут. Ну, Грейсон, вы кто? Кто? Да, чем занимаетесь? Я адвокат из Лондона. Парлоу наш и Парлоу. Парлоу. Я знал одну Парлоу. Хотя нет, это был Марлоу. А, понимаю. Ездил по штату послушать, что народ говорит. Теперь доложу в Вашингтоне. Очень интересно. Давайте адрес, я пришлю вам свои речи. Вы так добры? У меня нет визитки. Официант. Да, мисс. Позвольте. Спасибо. Не за что. Я проведу там неделю-две. Наверное. Спасибо. Я все подготовлю. Рад знакомству. Встретимся в Вашингтоне. Пойду за вещами. Спасибо. Забыл заплатить. Простите. Просим всех оставаться на местах. Оставайтесь на местах. Мыши. Боже, убежали. Боже, убежали. Простите. 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 Питер. Питер. Нэнси. Ты смог меня встретить. Увольнительная. Отлично. На три дня? Всего лишь. Времени мало. И вот я... Надо же. Купил это. На этот палец. У меня нет опыта. Послезавтра прием у твоей тети. Но до этого много дел. Простите. Счастливо. Это еще кто? Не волнуйся. Просто дал прикурить. С поезда похищен пассажир. Полиция в тупике. Клерк похищен с Вашингтонского экспресса. Предположительно, Джон Грейсон, лондонский адвокат. Англичанин похищен из американского поезда. Отдел новостей BBC из Лондона. И ежедневная сводка новостей. Английский гражданин пропал при странных обстоятельствах. Джон Грейсон, старший клерк фирмы Parlow Nash и Parlow, не явился в контору фирмы в Вашингтоне. Дело расследуется. Ужасно. Просто ужасно. Как ни посмотри. Да, Холмс? Просто ужасно. Вы меня удивили. Вас встревожили новости? Встревожили? Не то слово. Какой счет? У моряков 428, 6 бросков. Играли с армейцами. В мире каждый день происходят вещи и поваждения. Знаю. Потом почитаю. Простите? Можно яйцом? Виноват. Странно, что вы передумали ехать на крикетный стадион. Не вышло. Пришлось отложить. Откуда вы знаете? Элементарно, Ватсон. Перед крикетом обычно вы наливаете фляжку моего лучшего виски. Я заметил, что фляжка пуста. Но понюхав, понял, ее наполнили, а потом все вылили. Значит, вы передумали ехать. Удивительно, Холмс, вы меня потрясли. Да, миссис Хатсон. Простите, там джентльмен. Он настаивает. Боже, он сам за мной поднялся. Я просила подождать. Я могу ждать, а империя нет. Мистер Холмс, дело важное. Да, мистер Аренс. Спасибо, миссис Хатсон. Вот ведь нахал. Аренс? Знакомое имя? Конечно. Наш гость из Министерства внутренних дел. Конечно. Добрый день. Добрый. Видели, как моряки разгромили? Да. Завтрак стынет. Вот так всегда. Мистер Холмс, дело секретное. Доктор Ватсон, сама порядочность. Присядьте. Да, Ватсон. Постукивайте ножом. Постукивать? Создаст помехи, если в стене вдруг диктограф. Да ну! Сигарету? Спасибо. Довольно. Вы пришли? Из-за сегодняшнего похищения Джона Грейсона в Америке. Да. Именно. Он вез секретный документ. Вот как? Настолько секретный, что я не вправе разглашать его содержание. Но если он попадет к врагу, это будет несчастьем для нас и для союзников. Мы не хотели везти его открыто. Туда ехал посланник короны, сэр Генри Марчмунд. Без документов. Да, сэр Генри был с прикрытием. Именно. Документ поручили надежному, но мелкому сотруднику разведки. Прибыв в Вашингтон, он должен был передать бумаги сэру Генри. Сэр Генри не знал, что курьер это Петтибоун, ехавший под именем Грейсон. Петтибоун? Да. Альфред? Да. Отличный сотрудник. Я с ним работаю. Надеюсь, еще будете. Но он исчез, испарился, без следа. Это может вызвать настоящий политический кризис. Конечно. Пока ни в Англии, ни в Америке об утрате не знают. Холмс, вы должны найти документ, пока его не используют против нас. В полиции Вашингтона знают об исчезновении, но не о документе. Большего я раскрыть не могу. Но если Грейсон у них, то и бумаги тоже? Почему, Ватсон? Грейсон у них, бумаги, кто знает. Как выглядит документ? Отпечатан на двух листах бумаги. На двух? Столько не проглотишь. Да, и бумага хорошая. Плотная. Ну, как бы то ни было, Петтибоун наверняка от него избавился. Документ нужно найти, пока не поздно. Я пришел к вам по поручению правительства. Значит, ехать в Вашингтон. Немедленно. В Краито не ждет бомбардировщик. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания и удачи. Спасибо. Мы верим в вас. Ну, Ватсон? В Америку? Здорово. В жизни не видел бейсбол. Собираемся и едем. Надо взглянуть на дом Альфреда Петтибоуна. Идемте. Доктор Ватсон. Какой сюрприз. И мистер Холмс, входите. Спасибо. К сожалению, сына нет. Он в Вашингтоне. По делу. Боюсь, он страдает от тамошней погоды. Можно взглянуть на его комнату? Конечно, наверху. Спасибо. Друзья говорят, там душно. Нечем дышать. У него такой беспорядок. А мне при этом и входить не позволено. Нужна мне его коллекция. Странный он, Петтибоун. Собирает коллекции. Марки. Форменные пуговицы. Бабочки. Жуки. Фотографии. Всякий хлам. Я потом напишу монографию. О привычке собирать ненужные вещи. Перестаньте ходить, Ватсон. Отвлекаете. Вот, ладно. Если не ошибаюсь, он не вынес эти две страницы из этой комнаты. Откуда вам знать? Пепел может обмануть. Напротив, Ватсон. У официальной бумаги особый состав. Да не ходите вы. Я не хожу. Я стою. Простите, старина. Я ошибся. Миссис Петтибоун. Легкая у нее нога. Вряд ли. Наш друг изучал фотоаппараты. Что это? Кук F-15 с малой выдержкой. Объектив. Увеличитель. Для копирования. Американские спички. Да. США. Зачем ему американские спички? И микроскоп. Интересно, а это? Ватсон? Под микроскопом рассматривали микрофильм. Кажется, я понял. Больше не ходит. Вам известно, что солдатские письма иногда фотографируют? Один голубь может доставить их 18 тысяч. Правда? Голуби были в прошлую войну. В 915-м у бригадных сигнальщиков. Один целый день все летал кругами. Потом оказалось у него косоглазие. Такая драма. Куда вы теперь? Фотолаборатория? Я так и думал. Этот проектор увеличивает слайд в несколько раз. Попробуем. Понятно? Пока не очень. Минуту. Покажу вам снимок. Спичечный коробок. А зачем его снимать? Настроить объектив, чтобы снять документ. Ясно, Ватсон? Правда? Да. Идемте. Разно, как темный день. Я так и думал. Документ превратили в микропленку. Уменьшили. Альфред Петтибоун умнейший агент. Толстый документ не спрячешь. Но два листа бумаги на микропленке будут размером с марку. Разрезаем спичечный коробок. Этой бритвой. Кладем туда пленку, и готово дело. Американский коробок в Америке даже не заметят. Мы едем в Америку искать коробок? Но страна большая. Да, Ватсон. А коробок маленький. Идемте. Вы все нашли, мистер Холмс? Да, миссис Петтибоун. Вы не были сейчас на крыше? Нет. Зачем? Мы слышали шаги. Ватсон, это стропила. Да, так иногда стянают. Мы уже привыкли. Спасибо. До свидания, сэр. До свидания. До свидания, доктор. Счастливо. Альфред был бы рад. Как приедет, скажу. Приедет? А, да, конечно. До свидания, миссис Петтибоун. Секунду, Ватсон. Это было не случайно. Выясните? Кто это? Сейчас некогда. Но они знают, что я взялся за это дело. Кто они? Те же, кто похитил Петтибоуна в поезде. Они пойдут на все, чтобы достать этот документ. Их главарь умный преступник. У него доступ к информации. Всемирная организация, готовая на все? Да. Поэтому нам надо улетать без промедления. У нас достойный противник. И пока он на шаг впереди. Безымянная, безжалостная тень. Подумайте, Ватсон. Скоро мы будем над Атлантикой. Пролетаем в Нью-Йорк, сэр. Нью-Йорк? Да, сэр. Нам дали разрешение на Вашингтон. Чем это вы так зачитались? Книга о странных обычаях американцев. Мы на полпути, а я на 30-й странице. К Вашему сведению, мой друг, мы над Нью-Йорком. Над Нью-Йорком? Вот это да! Ничего себе! Вас ждет машина посольства. Спасибо, мистер Лэнг. Детектив Гроган, полиция Вашингтона. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор Ватсон. Здравствуйте. Или по-вашему приветик, старина? Как, эээ, как же духа? Идем, Ватсон. Ну, а это из разговорника. Гроган расследует исчезновение Грейсона. Есть новости? Нет, мистер Холмс. Я покажу Вам досье и надеюсь на сотрудничество. Спасибо за помощь. Я совсем не знаю Америки. Да, Вы ведь тут впервые. Мемориал, Линкольна. Впечатляет. Кстати, мистер Лэнг, спасибо за телеграмму. Нам в Лондон. Телеграмму? Я не посылал. Бронь в отеле «Метрополь». Нет, Вы будете жить в посольстве. Вот. Что ж, кто-то о нас позаботился. Значит, мы поедем в «Метрополь». Мистер Холмс, памятник Вашингтону. А вон капитолий. Прекрасно. Ждем Вас, мистер Холмс. Спасибо. Я допросил всех, кто был в вагоне-ресторане. Генри Марчмунд подтвердил, что Грейсон общался только с этими. Он выпил с сенатором Бэбкоком, поговорил с мисс Прингл о белых мышах, поднял книжку миссис Джеллисон. Не так уж много. На кого из них уже напали? Я слышал про Вашу дедукцию. Сенатора Бэбкока подловили по дороге. Ничего не взяли. К миссис Джеллисон вломились в дом. Ту самую книгу изорвали в клочки. Именно. Мисс Прингл? У мисс Прингл в ту ночь выпустили мышей из клетки. А саму клетку разобрали. Что с мышами? Это вряд ли относится к делу, Ватсон. Судя по всему, они не нашли документ. Можно осмотреть вагон? Это просто. Он стоит на запасном пути. Хорошо. Но мы его тщательно обыскали. Что это такое? Ваш сундук? У меня его не было. Там написано. Шерлок Холмсу Метрополь. Откуда он? Прислали с курьером. От какой фирмы? Номер лицензии. Да не заметил, просто расписался. Ладно, спасибо. Он не заперт. Гоша мой, бедняга. Узнали, мистер Холмс? Да. Кто это? Тот, кого мы ищем, Джон Грейсон. Или Альфред Петтибоун. Британская разведка. Но прислать сюда фугают нас. Или говорят, что знают о вас. Господа, это они знали еще в Лондоне. Разве трупом можно напугать сыщика? Нет, это скорее сообщение. И они позаботились, чтобы я его получил. Сообщение? Хотят убедить, что нашли документ. И Грейсон им больше не нужен. Тогда все кончено. Вряд ли это так. Если документ у них, зачем этот спектакль? Нет, они избивают нас со следа. Гроган, у вас есть лаборатория? Конечно, мы обследуем тело. Да, смотрите, тело и сундук. Под микроскопом. Все. Подплатку, одеяло, которым закрыли тело. Все до мелочей. У нас лучшая лаборатория в мире, мистер Холмс. Простите, лейтенант Гроган. Я привык работать один на Бейкер-стрит. И забываю, как далеко зашел в Америке научный прогресс. Они все найдут, мистер Холмс. А я осмотрю вагон. Идемте, Ватсон. Вот, мистер Холмс. Здесь официант. Компания прислала мистера Мура. Он откроет. Отлично, идемте. Сюда. Похоже, полиция хорошо тут искала. Кто угодно, но не полиция. Гости были здесь после Грогана. Боже, наш вагон! Как после бомбежки. Если Грейсон что-то здесь спрятал, они нашли. Не обязательно, Ватсон. Давайте наведем тут порядок. Конечно. Это стояло здесь. Верно. А это... Да, точно, сэр. Спасибо. Ватсон, побудете мистером Грейсоном? Грейсоном? Ну, если надо. А что делать? Выпейте возле стойки. Выпейте возле стойки? С удовольствием. Виски содовые, друг. Друг? Простите, доктор Ватсон, у нас закрыто. Говорит, закрыто. Судя по реконструкции событий... Да. Грейсон подошел к бару. Сенатор Бэбкок пересел вот сюда. Побудете сенатором Бэбкоком? Я расту. Присядьте. Так. Мисс Принбл сидит вон там. Ватсон. Теперь я мисс Принбл? Да, с мышами. С мышами. Теперь сюда. Нет, нет, не сюда. Тут сенатор Бэбкок. Пардон, сенатор. Сядьте. Вы миссис Джеллисон. Простите, сэр. Здесь была не она, а юная леди. Что? Сэр Генри Марджмонт сидел здесь. А миссис Джеллисон здесь. Она дама в теле. Чем Грейсон привлек ваше внимание к миссис Джеллисон? Он подобрал ее книжку. Юная леди сидела здесь. Она с ним говорила? Нет, сэр. Юная леди вообще ни с кем не говорила. Но он дал ей прикурить, и она сказала... Спасибо. У вас ведь есть свои спички? Она меня позвала. И я решил, что ей нужна спичка. Но спичку зажег Грейсон. Да. Он достал коробок из кармана. Он положил его назад или отдал ей? Не помню, я был занят. Вспомните? Сколько не вспоминай, ни за что не вспомню. Зато помню одну важную вещь. Какую? Когда Грейсон зажег сигарету, он сказал, что это странное. Что? Он сказал, позвольте. Что ж, джентльмены, я вам признателен. Пока у нас все. Вагон разворошили уже после убийства и нападений на Бэбкока, мисс Джеллисон и мисс Прингл. Значит, документ унесли раньше этих событий. Но как? Кто? Кем была эта таинственная юная леди? Ее кто-нибудь встречал? Еще бы. Кто же? Красавец. И в форме. Ясно. А в какой вы не помните? Помню. Лейтенант, морской пилот. У меня сын в армии. Тоже будет летать. Отлично. А о чем они говорили? Я услышал, сам того не желая. Так о чем? Он три дня в увольнении. Надо спешить перед приемом уедения. Ее тетей. Потом он надел ей кольцо, и оба были счастливы. Как мистер Холмс сейчас. Знаете, и я тоже. Ватсон. Это она. Готов поклясться. Адрес есть? Да, нам повезло. Шерлоку Холмсу тоже. На него наплевать. Шеф с ним справится. Надеюсь. Но он не так прост. Многих моих друзей отправил в английские тюрьмы. Да, сэр. Я договорился с поставщиком еды. Мне не откажут. Компания Эктон. Компания Эктон. Да, сэр. У меня есть план. Отправляйся туда. Устроишься официанту. Ладно. Внимательно там все рассмотри. Кэйди? Да. Пойдешь гостем. Не засекут? Нет. Я проникну в ее комнату. Не приду? Действуйте по плану. Флэш Гордон. Он силен. Спортивный обзор. Бруклинцы спорят с Империей. Ну и ну. Что у вас во рту? Резинка. Уберите. Вы заинтересовались светской жизнью? Ненадолго. Не волнуйтесь. Что-нибудь нашли? Думаете, это она? Вряд ли. Сразу два лейтенанта в Вашингтоне обручаются с девушками из Нью-Йорка, чьи тети дают прием. Вы, наверное, правы. Красивая. Да. И в сумочке у нее динамит. Красивая. Красивая. КОНЕЦ Вальдерф Плейс, 635 Кто там? Я, Питт Тебе сюда нельзя А я пришел Пришел Еще раз Прием теперь покажется скучным Мы не пойдем Давай сразу поженимся У тебя остался день Хорошая мысль Нет, с тетей так нельзя Слушай, посмотрим на новую квартиру Тетя подарила нам целый этаж в этом доме Пусть в награду сама нам покажет Ладно Идем на прием Возьму сумочку Спасибо Отдай Я их стащила Здравствуй Хорошо, что ты Что пришла Это миссис Простите, забыла Макстон Да, конечно А это миссис Вейл Здравствуйте Верно? Да Конечно Вышла? Нет Там морской офицер и мисс Патрич Рад слышать новость, Питт Поздравляю Благодарю, майор Тебе повезло До встречи Третий этаж Первая дверь Понял Приведи его туда Да Да, сэр Тост за молодых Отлично Удачных посадок Спасибо Лейтенант Мариам У вас к телефону Из министерства Да Я сейчас Отведите меня Да, сэр Спичку, дорогая Держи Спасибо Питт, подожди Оставь себе Спасибо Спасибо Мне не надо Почему сюда? Конфиденциальность Тут есть телефон Новая квартира Мисс Патрич не хочет, чтобы я ее видел Сюда, сэр Краской пахнет Здесь, сэр Спасибо В чем дело? Шерлок Холмс уже здесь, сэр Генри Да Я бы все отдал, лишь бы взять документ в руки Да Я знаю Лих хотя бы спасти его Спасибо Сегодня помолвка, завтра свадьба Нет, спасибо Есть спичка? Мисс Патрич? Да Лейтенант Мариам ждет вас в новой квартире Но там еще ремонт Он решил, что вы уже поженились Его нельзя отпускать ни на минуту Извини меня Конечно Простите Простите Можно? Спасибо Здесь, пожалуйста Я знаю Я знаю Спасибо Питер! Где ты? Вот и мы, Гроган Удалось достать приглашение Вы первый, мистер Холмс Я в этом не мастак Справитесь Справитесь Так вот получилось Миссис Патрич, вашей племяннице свойственны исчезать с приема? Вообще-то нет Но она влюблена Влюблена, да Это прекрасно А они сказали, куда ушли? Вообще-то нет Но завтра они вернутся Я приготовила им квартиру На целый этаж Миссис Патрич Почему вы отослали обратно заказанное ковер? Такая морока Я их просила, чтобы сегодня не приезжали Они забрали ковер, сказав, что прислали не тот и заменят его завтра Да Ну, откуда вы знаете? Идемте Было два ковра В гостиной и в столовой Рабочие всегда надевают бахилы? Да, компания требует Тем не менее, тут следы каблуков Женских Свежие Не ваши, миссис Патрич Но свежие Пыль еще не успела осесть Не шевелитесь Тут, похоже, боролись Вместо женских следов мужские Они Ведут сюда Ее унесли в ковре Куда эта дверь? В гардеробную Отмычка подойдет Попробуйте Ватсон, нужна ваша помощь Простите Кто это? Мистер Мэриэм? Питер Подождите Пусть врач осмотрит Ну, Ватсон? Удар по голове Ничего серьезного А где можно его положить? Сейчас Бедный Питер В мою комнату, пожалуйста Давайте Держите за меня Вот так Мистер Холмс Найдите Нэнси Да Питер Девушку ввели из-под носа Невероятно Надо найти фургон Не выйдет Наш противник умнее Но дело срочное Ваш эксперт Точно ничего не нашел в сундуке? Ничего существенного А тело Грейсона? Одеяло? Ничего Все эти вещи способны немало нам рассказать А не мог бы я... Лаборатория в вашем распоряжении? Спасибо Мы с Ватсоном едем Насчет сундука, мистер Холмс Куплен в Вашингтоне Весь потерт Бирки сняты А тело? Никаких следов Хорошо Если что, зовите Спасибо Ватсон Я тут прибираю Одеяло может много рассказать Вот как? Иду Осталось правильно перевести Да Я так и думал У него сложная история Было в море Всего полгода назад С тех пор в него Что только не заворачивали Резное тиковое дерево Оловянные подсвечники И мебель Мебель? Да Тик оставляет следы Олова тоже Есть следы воска Но самое главное Это мебель Возможно стул Людовик 15 Желто-лиловая обивка О чем напоминает? О чем? О моей тетке Матильде из Брайтона Старомодная Дряхлая Именно Антиквариат Надо много успеть до вечера Успеть? Что успеть? Обойти Всех вашингтонских антикваров А.Н.Т. Вот антиквары Антиквары А как этот стул Связан с девицей Патрис? Это щепка Из стула Он был завернут в одеяло По всему видно Что одеяло Использовал антиквар И именно он Убил Грейсона И похитил девицу Что? Это так Идемте Пока похититель Не стал убийцей Английский антиквариат Лавка древностей Кауфмана Мебель-антиквариат Антикварный магазин Моффета Мебель-драгоценные камни Антикварная лавка Холмс У меня голова кругом Надо искать Леди в опасности Вот Что? Что такое, Холмс? Это просто декорация Смотрите Шкафы Имитация А цены как настоящие Покупатель не разберется Ватсон Это место нам и нужно Моя сумочка Можно? Спасибо Что это за шутки? Ладно, расскажите в полиции Еще успеется Тут полиции нет, мы одни Мне нужно задать вам пару вопросов К вам возят гостей в ковре? В отличном ковре, мисс Патриш Знаете, я не в восторге Сожалею, но так получилось У вас на это нет никакого права Я сам люблю устанавливать для себя права У вас один важный документ Документ? Какой еще? Отпираться бессмысленно Я не понимаю, о чем вы Пока не поймете, останетесь здесь Говорю же, у меня его нет Есть В поезде вы общались с британским агентом по имени Грейсон Он вам что-то передал? Я его едва заметила Вспомнила, только увидев газеты Он пропал? Он умер Теперь вы скажете? Но что? Не хотите? Я не могу Отпустите меня, у меня ничего нет Странно, он ведь говорил с вами Эта дверь необычная Чтобы открыть, надо знать код Я ни с кем не говорила в поезде Он говорил с вами Но из вежливости может быть Ясно Простите Закурить? Спасибо Так он точно ничего не сказал? Нет, конечно Позвольте Вы уверены, что это все? Уверена Мистер Хау Попрошу оставить мне вашу сумочку Хочу рассмотреть подкладку Это мое хобби Вы знакомы с мистером Хау? Он человек огромных талантов Умеет заставить людей заговорить Повторяю, я ничего не знаю Клянусь вам Я ничего не знаю Ждите, я пойду внутрь Под видом эксцентричного коллекционера Если это то самое место Я дам сигнал Вы приведете Грогона и побыстрее Учтите, это вопрос жизни и смерти Не знаю, кто она Но посмотрите Какая симметрия Формы Сейчас, сэр Ничего, я посмотрю Замечательный шифоньер Испанский Мавританский стиль Имитация Нет, вещь подлинная Ну что вы Можно посмотреть? Это не продается Династия Мин Оценки еще не было Ну, это не важно Если они подлинные Я вам точно назову аукционную цену Сэр, тут другие клиенты Да, конечно Я просто посмотрю А, оловянная посуда Компьютер Это 500 долларов Куда прикажете доставить? Миссис Джей Веллингтон Дюпон Секл Миссис Джей Веллингтон Счастливо 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 Утром доставим Боже мой Я виноват Это один из самых дорогих предметов Династия Тан, а не Мин Точно не Мин? Я лучше знаю Это Мин 2300 долларов Мы закрываемся Прошу завлатить Чувши, обязаный Фарфор Тан Стоит 600 Секунду Конечно Алло Что там такое? Клиент уронил фарфоровую вазу Я сейчас закончу Вы говорите, Мин Чушь какая-то Вы меня надуваете Я хочу видеть владельца У покупателей тоже есть права Покажите мне владельца С ним обязательно поговорит мой адвокат Мин Мин Минутку Просто разбой С этим надо покончить Мин Тан, за Мин Я-то знаю Позовите владельца Позовите владельца Ладно Сейчас Да Здесь сумасшедший коллекционер Его не выгнать Хочет видеть вас Ладно Проводите его ко мне Я с ним разберусь Хау Без криков Пока здесь посторонние Стоять 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 Простите Простите меня за вазу Но Ваш продавец Меня обманул Говорит Что это Династия Мин Когда Всем ясно Что это Тан И Всего 600 долларов Ладно 600 И делу конец Спасибо Сэр Я Пришлю вам чек Утром Вам Знакомы Лондонские цены Это моя работа Да Конечно Да Значит Вы Можете Помочь мне с мебелью Так Надоело Эта ерунда Которую продают В Англии Что вам угодно Мистер Шерлок Холмс Генри Кинкл Или теперь Мистер Ричард Стэнли В 14 Тайны Агент Кайзера С тех пор Глава Международной Шпионской Сети Вы Не правы Вживайтесь Я давно Уже достойный Член общества Продаю Редкие Ценные вещи Это Прикрытие Для Переправки информации Врагам Этой страны Интересно Но это Лишь выдумки Я Занятой Человек Где Нэнси Патронж Вы Ищите не ее А некий документ Нет Документ Безопасности Тот У кого он Находится Об этом Не знает Дурацкая Сказочка С Грейсоном В поезде Говорил только Бэбкок У него Ничего нет Мы Проверяли Позвольте Спасибо Спасибо Вы Не учли Размер и объем Подобного Документа Его Ведь Можно уменьшить Например До Размера Почтовой Марки Марки Занятно Но факты Говорят и море Неважно Где Девушка Не здесь Но если хотите Можете все Осмотреть Спасибо Осмотрю Субтитры Нет Вы Меня Раздразнили Это Интересно Мавры Были Весьма Изобретательны Да Механизм Был сломан Но я Восстановил Зрелищно Но Старомодно Если Это все Мистер Стэнли Я продолжу осмотр Разумеется Спасибо Ящик не трогать Вы Думали У меня Там Оружие Я Им Не пользуюсь Странно Вам Больно? Отсюда выход только в магазин Вы так думаете? Недавно здесь были еще двое Они В магазин не вошли Есть Еще выход И еще Комната Да Мистер Стэнли Слушаю Приведите сюда Патридж Прекрасно Холмс Вы отличный актер И Неплохой Стрелок Когда Войдут Пусть Оставят Девушку И удалятся Я им прикажу? Да Речь идет о жизни людей Не только о ней О тысячах Миллионах Вам такой власти многовато И сейчас И в будущем Я бы хотел Чтобы вы дожили до наказания Но не промахнусь Что ж Мистер Холмс Вы поистине достойный соперник Хватит, ребята Отпустите Ну, мистер Холмс Пусть продавец запрет магазин Ну, мистер Стэнли Хорошо смеется тот, кто смеется последний Я вам это напомню Мисс Патридж, это мистер Шерлок Холмс Великий сыщик Пришел вас спасать Я вам не верю Представьте, это правда Я Шерлок Холмс И хотел вас спасти Но не вышло Простите Вам досталось У них в руках Питер Его убьют, если я не скажу Они так сказали Нет, он в безопасности Он крепкий и выдержал Удар по голове Порядок, мистер Стэнли Она ничего не знает И не выдаст вас Она знает многовато И вы тоже Странно, что вы так попались Но поймите меня Так уж вышло Кэдди Хау Я буду счастлив лично поквитаться с Холмсом Истер Девушка ваша Девушка ваша Полиция Бежим Холмс Вы где? Вы целы? Холмс Где вы? Бежим Милая Слава Богу! Вы целы! Скорее! Стэнли сбежал! Введите их Сюда, лейтенант Здание Сената, живо Войдите Рад, что вы целы Цел? Куда там цел? Избиратели скоро сожрут Что-то я вас раньше не видел Мы не встречались Кто вы? Я Шерлок Холмс Добрый день, что угодно Сенатор, ваша жизнь в опасности Опасный преступник Ричард Стэнли едет сюда Ричард Стэнли? Он давно стал честным гражданином Что ему от меня надо? Документ под маркой письма Которое вам дал Грейсон Грейсон? Грейсон? Знал ты кого? Грейсон! Он же пропал Моего конверт тут, в бумажнике? Что может быть под маркой? Очень важный секретный документ Спятанный тут в виде микропленки Благодарю, мистер Холмс Это я и хотел знать Без вас я бы не догадался Я вас недооценил, мистер Стэнли Да, мистер Холмс, ваших дедуктивных способностей вполне хватает для Англии Но только не для Америки Приговор истории будет суров Нервничайте, Холмс Я немного раздражен Можно закурить? Спасибо Ход истории изменится, если вы получите пленку Да, к лучшему Можно спичку? Оставьте себе Спасибо Ну а теперь, мистер Холмс Сделайте что-нибудь, это же важно Он англичанин, сенатор Они всегда спокойны Последний удар, Холмс Да, последний Вы умный, малый Вот, микропленка Спасибо, сенатор Холмс Вот микропленка С документом Через час он будет в нужных руках Я же сказал, мистер Стэнли Тот, у кого он находится, об этом не знает Идемте Скорее бы вернуться домой на Бейкер-стрит Да Но это великая страна Да, дружище Посмотрите, впереди Капитолий Сердце демократии Демократия Надежда будущего, Холмс Нам не заглянуть за завесу будущего Но когда-нибудь Американцы и англичане сумеют объединить усилия Во имя Порядка и законности в мире Прекрасно Я с вами согласен Не со мной С Уинстоном Черчиллем Я цитировал его недавнюю речь В этом здании Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok